В рамках межрегиональной выставки состоялось и подписание соглашения о сотрудничестве между Минсельхозом Чуваши и Обществом Фосагроволга. Компания начала работать на нашем рынке с середины 2017 года и стала одним из ведущих поставщиков комплексных удобрений. Основа ассортимента составляет экологически чистая фосфоросодержащая минеральная продукция. Сегодня председатель Совета директоров Газпрома Виктор Зубков провел видеоконференцию. В ней участвовали руководители регионов, в том числе и глава Чуваши. Платежная дисциплина при поставках и использовании природного газа в стране по-прежнему оставляет желать лучшего. Задолженность в целом по стране, к сожалению, не снижается и составила практически 181 миллиард рублей. За прошлый год мы считали, что, ну, может быть, как-то стабилизируем, не прирастем, прирастем на 11 миллиардов рублей. Специалисты ведомства в течение года регулярно выезжали во все регионы, работали по погашению задолженности. За 10 лет, отметил Виктор Зубков, компания инвестировала в субъекты более 300 миллиардов рублей и вправе рассчитывать на отдачу. Но не все регионы выполняют взятые на себя обязательства. Поэтому Газпром принял решение, что дальнейшее участие в газификации территорий будет зависеть от платежной дисциплины последних. О принимаемых мерах по укреплению платежной дисциплины потребителей газа доложил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Суммарная просроченная задолженность потребителей за потребленный природный газ на 1 января 2019 года составила почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Более 70% приходится на коммунальные технологии. Примечательный факт – задолженность за газ по группам бюджетные потребители и население за 2018 год сократилась на 27,5% и на 8% соответственно. Чтобы решить проблему из республиканского бюджета, муниципальным образованием будут выделены субсидии на погашение просроченной задолженности за газ. Председатель Совета директоров «Газпрома» предложил провести в Чувашии по итогам первого полугодия 2019 года выездное совещание по вопросам расчетов за поставленный газ с участием организаций должников.